Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыли, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Хорошо. Шарики на основном, так как вы не делаете, а строга на жарики. Я помню, что это я не делаю. А вы тоже, да? Да. Давайте шарики пока на всех ходим, ладно? Просто боюсь, что за второй год, кто-то умеет. Я пообщаюсь недолго. Да, реально. Ну, минутку. Получит. Можно одно номер наставить? Да. Нет. Надеюсь, что его номер больше не понадобится. Я уже подключился к Wi-Fi. Добрый вечер, ребята. Всем, кто был на концерте, точнее на фестивале поэзии в Люмьер-Холле, большое спасибо за прием. Было приятно для вас выступить. Да. Ну, я вернусь к тебе с несколькими вопросами от своих подписчиков немножко позже. Ждем в Нижнем Новгороде. Ребята, мы скоро будем. В Нижнем Новгороде будем 15 декабря. В АлатРе тоже большой-большой привет. В АлатРе будем 17 декабря. Бегом за билетами. Завтрашнего дня они уже будут в кассах городского дворца культуры. Давайте соберем весь зал. Я давно не был в родном городе, и нужно сделать под Новый год нам большой-большой праздник друг для друга. Следующий концерт в Москве будет, наверное, уже весной. Всем привет. Кто присоединяется еще? В Махачкалу тоже большой-большой привет. Очень-очень хочу побывать на Кавказе. Очень хочу. Всем привет. Чебоксарам тоже большой привет. 16 декабря концерт у вас. Приходите. Все-все-все. Так, сейчас я поставлю на бесшумный, у меня тут приходят какие-то смс-ки. Все, отключил звук. Я надеюсь, меня хорошо слышно, я стараюсь так погромче говорить немножко. Ну, только-только с фестиваля «Маяк» в Петербурге было очень клево. И мы сегодня выступали расширенным составом, объединили музыкантов Марины и моих ребят. И было здорово. В Тюмень тоже очень-очень скоро приедем. Что касается вопросов про другие города, я, к сожалению, не могу дать какой-то обнадеживающей информации, потому что в процессе очень много-много разных историй. И, может быть, в том числе и Украина, и Минск, и мы работаем в этом направлении. И как только будет появляться какая-то конкретика, будем вам об этом рассказывать. Антон, я люблю томатный сок. Ты абсолютно прав. Концертный директор спросил меня в эфире, люблю ли я томатный сок. Концертный директор, я люблю томатный сок. Вот. И еще я хотел бы вам рассказать очень интересную новость. Буквально сегодня я посмотрел около итоговую версию клипа «Этажи», скоро вы его увидите. А клип на песню «Отель» уже готов, и вы его увидите уже в этом месяце. Поэтому по поводу, где я собираю больше залов. Но вот в Петербурге на последнем концерте было 160 человек, в Москве 140, но в Москве всего 100 человек вмещало площадку. Поэтому совместную работу пока не планирую, хочется писать самому песни. Ограничение возраста на концертах у нас примерно 14-16+, в зависимости от площадки. С новым альбомом выступаю, из старых альбомов исполняю преимущественную часть программы. Стихи новые обязательно будут. За отель спасибо. И всем привет, кто еще подключается. Да, «Этажи» очень-очень скоро вам покажем. Готов. Готов клип. «Глаза и своя правда». Ну, давно не пел эти песни, но иногда, иногда пою. Из сериалов очень-очень... Я сейчас догоню вас. Из сериалов очень нравится... Больница «Никербокер» очень мне нравится. 14+, пускают, у нас пускают, потому что у нас концерты заканчиваются до 11 часов. Это еще время, которое допустимо для таких мероприятий. Большой концерт будет весной. Весной будет очень большой концерт в Москве. Мы берем тысячную площадку и... Запомните мои слова, мы ее соберем. Нас уже много. Обернись, в следующий раз в Москве я постараюсь исполнить. Может быть, сам на гитаре сыграю. Я играю, я на гитаре сам. Больница «Никербокер» очень классный сериал, из двух сезонов состоит. Рекомендую. Из книг ребята очень советую почитать, например, Бунина, «Темные аллеи». Очень советую. Это для понимания нашей природы, нашей души. Ребята, всем, кто пишет благодарность за творчество, я вас взаимно благодарю за приятные слова. Спасибо. Сам я музыку абсолютно разную слушаю. Люблю рок, люблю рэп, разную. Книги «Почтальон снов» еще, насколько я знаю, остались. А еще я поделюсь с вами новостью. Я забил себе спину целиком три дня назад. Это было очень больно, и это моя давняя мечта. Забил целиком спинку себе. Все, больше не будем видеть в зеркале отсутствие рисунка на этой части тела. Петь я нигде не учился, и пою я очень по-своему и очень неправильно, но в этом мой почерк, и мне это нравится. В аудио альбом «Почтальон снов» потому что не все стихи, потому что хотел сделать именно концептуальную работу, в которой не будут выпадать друг из друга какие-то отдельные стихи, и поэтому хотелось сделать вот именно такое количество. С 25.17, да, очень хотелось бы написать совместные песни. Мы знакомы с Андреем, с Антоном, может быть, и получится. Да, я заказал себе темное пиво, и вот выпью его сейчас. Имею право. В Омске тоже мы скоро будем. Очень-очень жду уже. Вот утепляться буду завтра в куртку, чтобы не замерзнуть у вас там. Саш на концерте мне набил на руке во время исполнения песни «Лампа» надпись «Никто». Новый релиз ETL, к сожалению, еще не слышал, потому что в разъездах нахожусь. Мы вчера только прилетели из Самары, за минувшие сутки было три перелета. Некогда было, я послушаю обязательно. Клип-отель будет буквально на 26-28 ноября. Ждите, там будет... Марине передавай привет. Марине передаю привет. Привет! Вам тоже привет. Ну, общайся, общайся. Так, а что? Ну, что? Пообщаться после концерта в Екатеринбурге, я думаю, со мной будет можно. Но не забывайте, что 22 ноября, когда будет концерт в Екатеринбурге, у меня день рождения. Поэтому приходите с подарками и будьте внимательны к нашей концертной программе. Поддерживайте нас очень. Самые запоминающиеся... Ну вот, одна девочка подарила целую коробку итальянского вина, мяса, сыра и литературу и много-много всякого вкусного. Я в этот раз осталась. Да, Марина в Омске не будет, к сожалению, но Марина будет со мной в Екатеринбурге, в Челябинске и в Пермине. Поэтому мы вас очень ждем. В Брянску большой-большой привет. Ребят, буду с вами прощаться. Я вот постарался максимально вам рассказать происходящее в моей жизни. Спасибо за внимание. Вы всегда очень тепло пишете о моей музыке. И все взаимно. Спасибо вам огромное. Марина, попрощайся с моими ребятами. Все, ребята, пока. Спасибо. Это Марина.